Смотрите, какая замечательная белая улыбка у нашей пациентки. Керамические реставрации на все зубы были установлены несколько лет назад. Но, несмотря на это, проблемы с десной у нас сохраняются. И мы видим большое количество налета на границе коронка и десна на поверхности зубов. Яркое воспаление десна кровит. Передние зубы подвижны, воспаление, кровоточивость и убыль десны. Оптимально проводить парадонтологическую подготовку до того, как во рту появится много керамических реставраций, имплантатов, коронок, виниров. В данном случае парадонтологическая подготовка проведена не была. В связи с этим мы имеем вот такую ситуацию. И что нужно в этой ситуации делать? Во-первых, вычистить весь налет. Во-вторых, научить пациентку чистить зубы. И по возможности сохранить то, что можно сохранить без перепротезирования. Но в результате того, что десна очень сильно ушла, а уходит десна только за костью, некоторые зубы сохранить не получится. К сожалению, допустим, у передних зубов мы имеем полную убыль костной ткани. Они не держатся ни на чем, и здесь будет удаление и, естественно, восстановление жевательной эффективности при помощи имплантации и установки коронок. Но если это сделать без парадонтологической подготовки, мы получим такую же ситуацию спустя несколько лет на имплантатах. Имплантат – это менее устойчивая к нагрузкам, к налету системы. Наиболее идеален зуб. Имплантат тоже сдастся, так же, как собственные зубы. Поэтому устранение причины парадонсита необходимо проводить до того, как мы поставим туда что-то красивое и дорогое. Продолжение следует...